Добрый день, уважаемые подписчики ДВК-медиа! Говорят, спорт увеличивает жизнь. Сегодня в нашей студии человек, у которого спортивный стаж более 70 лет. Человек, который практически всю свою жизнь посвятил спорту. Знакомьтесь, Валерий Николаевич Зарецкий. Здравствуйте, Валерий Николаевич, спасибо, что пришли к нам в студию. Расскажите, пожалуйста, как же вы все-таки попали в спорт? Я так понимаю, что это было еще в детском возрасте. Какова тогда была эпоха, которая окружала людей? И как это тогда было со спортом? Начинал я, если взять со школы, где-то, наверное, класса с 3-го, 4-го. Так как я был подвижный, значит, учителя школы выставили на соревнования районные. В этих районных соревнованиях я показал, наверное, неплохой результат. И меня взяли в сборную команда города Перми. Это вы тогда жили в Перми? Да, я тогда проживал в Перми. И, значит, после того, как попал я как бы в сборную, меня одели более-менее, значит, вот для того времени. И я со сборной команды Перми участвовал на соревнованиях в Свердловске за команду. То есть вы говорите, что вам дали спортивную форму бесплатно? Да, бесплатно, совершенно бесплатно. Лыжи и одежду были мы. Такая, какая была тогда, значит, вот в этой форме за город Перми, за Молотов, тогда город Молотов был, значит, мы участвовали на соревнованиях. То есть лыжи – это был первый вид спорта, в котором вы как бы основательно так прописались? Да, значит, ну, чтобы лыжнику состояться как-то, надо хорошо бегать ногами. Поэтому я и занимался легкой атлетикой, значит, выступал во многих соревнованиях, значит, бежал неплохо. Ну, не на коротких дистанциях, а на средних и больших дистанциях дальше. Валерий Николаевич, а что из себя представляла та форма, которую вам тогда бесплатно выдали? Брюки и кофта, вот, и шапочку. Отечественная? А? Отечественная? Да, тогда все, тогда не было, значит, это сразу после войны, 48-й, 49-й, 50-е годы, вот какие. А вот семья могла себе позволить купить такую форму, допустим, или как тогда вообще было с вещами, с зарплатами, с ценами? Родители мои вообще далеки были от спорта, не занимались ими, вот, отец, тем более, еще был, этот, репрессированный в 37-м году, здоровье было не очень у него. Когда я начал выступать в районе, значит, я выступал не на ботинках, а на валенках. И лыжи были, ременные крепления. А лыжи тогда были, ну, Советского Союза, это такие деревянные лыжи, конечно, несравнимо с сегодняшним днем. Как тогда ваша команда показала себя на соревнованиях? Ну, мы были четвертыми, это всесоюзные соревнования, вот, Свердловске. А ваш личный результат какой был? А личный, ну, я где-то в десятке был. Когда вы появились уже в Комсомольске, в каком году это произошло? В Комсомольске я появился в 61-м году, в августе месяце. И сколько вам было лет? 26-27 лет. Приехал после армии уже, это, значит, отслужил. И работал на авиационном заводе города Перми. И там познакомился с девушкой, я фрезеровщик, был четвертого разряда, а она рядом работала. Вот мы как-то, это, значит, одногодки, друг другу понравились. Здесь жилья, естественно, в то время не было. Родители у меня комнату маленькую занимали. И поэтому я решил вместе с ней, значит, давай поедем в этот, на город Комсомольск на Амуре. Там авиационный завод, а мы как раз на авиационном работали заводе. Она согласилась. А тем более я сразу после армии поступил в авиационный институт, уже был на втором курсе института. Я взял, посмотрел справочник, а в справочнике есть авиационная, значит, специальность вечерняя в этом, в Комсомольске на Амуре. Ну и как здесь устроились? Я понимаю, что работу нашли, да, а жилье? Жилья у нас не было. Мы сразу же остановились в домике, значит, в доме сняли комнату. Когда я устраивался на завод, тогда надо было обязательно писать автобиографию. Ну, я там написал, что спортсмен первого разряда в лыжных гонках, значит, ну и, вероятно, это как-то дошло до кого-то, до руководства завода. Меня пригласили, тоже, видно, узнали, что я, значит, от цеха в соревнованиях поучаствовать на стадионе «Авангард». Ну, тогда этот стадион, там только дорожки были, ничего не было, ни домов, ничего в 61-м году. Я в этих соревнованиях выиграл лёгкоатлетический кросс Попов Фёдор Леонтьевич. Он же личными вопросами всеми вот этими позаводчанам. Он мне написал бумажку «Пионерская, 31, квартира 6». Ордер выписал? Нет, не ордер, просто бумажку дал. А у меня жена лежала на сохранении в роддоме, Полина звать её. Я говорю, давай, просись, найдём, где улицы, где квартира или ещё там это. Ну, и пошли, и действительно, там закрыто было, оказывается, в этой деревянном доме было три комнаты. Большая, и вот эта большая комната как раз нам и была дана. Там мы в окошко на первом этаже, в окошко заглянули, и так показалось, это значит, всё побелено, покрашено в этой комнате. Ну, и вообще пустая. Ну, то есть, завод тогда приветствовал занятия спортом, как-то способствовал этому? Очень приветствовал, а тем более, я сразу как-то в лидеры вышел, значит, и меня приняли потом лыжники, значит, вот, давай, давай, а это, значит, начал тренироваться, как тренироваться, я это, значит, вот, и сразу же в сборную завода. А работа не мешала тренировкам? Вот этот Фёдор Леонтьевич меня от работы освободил в пионерский лагерь Дикопольцево, это на той стороне Амура, значит, и мне там выделили каюту, я там для тренировок, я там тренировался, значит, ну, как, мне и оплачивали на производстве. И я там байдарку дали, я на лодке, это, значит, и бегом бежал от этого с пионерского лагеря сопка, поднимался сначала пешком, вот, и бежал до пиваний, разворачивался и каждый день два раза. И с того времени я начал, был молодым, значит, потом, это, значит, за команду ездили на различные соревнования, летали за сборную уже Хабаровского края. В 64-м, в декабре соревнования, в 64-м году, я уже вот выполнил мастера спорта, в этих соревнованиях приехало, заявилось, было 37 действующих мастеров спорта и 200 человек первого разряда. Вот такая компания. И я был четвертым. В марте месяце, уже 65-го года, готовился к этой матчевой встрече городов Дальнего Востока, у нас комсомольские. А лыжня, тогда, ну, классикой, это, значит, тогда конька вообще не было, лыжня проходила на сопке Амурсталь. И, значит, я за день до этого поехал дистанцию посмотреть. И посмотреть, как лыжи у меня катятся. И просто получилось недоразумение, значит, на спуске. Я, значит, на правой качусь, левую, это, значит, приподнял. И носком задеваю этот дерево там, ну, небольшое. И падаю на спину, но скорость у меня была, я ударяюсь. И я малую и большую кость ломаю. И меня, этот, воинскую часть, кто-то там, санки откуда-то появилось, потому что я километр три уже как отошел от поляны. Дальше поликлинику, вернее, больницу заводскую. И мне там этот, вставили, вся, вся нога была, это, значит, загипсовано. И я на костылях. Больше, наверное, шести месяцев. Валерий Николаевич, насколько тяжело спортсмену, который, ну, постоянно занимается спортом, постоянно испытывает нагрузки, насколько ему тяжело вот шесть месяцев вообще ничего не делать в плане спорта? Очень тяжело. Вот, потому что должна подвижность. То есть я такой подвижный, хоть и возраст, это, значит, а в то время вообще, этот, ну, сам я, конечно, там, это гантели, эти, значит, ногами не мог, потому что нога, вообще, получилась одна кость через шесть месяцев, ну, нерабочая. Ну, пришелся разрабатывать. После этого, значит, Федерацию лыжного спорта возглавлял, то есть с лыжниками организовывал эти соревнования. В основном соревнования проходили на Амурсталевской сопке. Там баз не было, и поэтому все лыжники и на тренировке это раздевались. Там были домики, два, три, четыре домика частных, то в них там, вот, потом поднимались на сопку. А в основном раздевались на поляне стартовой. Ну, это неудобно было. И вот начали, значит, вот по моей инициативе начали строить эти организации. Тогда лыжный спорт был, ну, так, в почете. Все и строительные организации, и это, значит, много. По 200 человек стартовало на этой поляне. Вот я как, можно сказать. Вот соревнования проводятся порядка 200 человек. 150, 200, потому что все организации выставляли свои команды. И, если я правильно понимаю, то к 90-м годам спорт потихоньку начал, ну, как бы спортивное напряжение начало стихать, именно потому что предприятия перестали работать. Да, конечно, это, значит, и из-за этого, это, значит, потому что нужно же вкладывать какие-то капиталы, значит, финансы. А был такой момент, когда, ну, вообще вот спортивная жизнь прекратилась в городе? Я так, можно сказать, вот эти 90-е годы, я уже сам, я только занимался для своего здоровья. Сразу после 90-го года какое-то тут затишье. Все предприятия, значит, рассыпались, люди раз не работали, поэтому у них не было особого, значит, но те лыжники, которые все-таки когда-то занимались, ну, с теми, с которыми я выступал, это, значит, из них я самый старый, поэтому сейчас не осталось. Но вот Плехов, я в институте, политинституте, у них преподавателя по лыжному, по лыжной классификации не было, они, институт обратился ко мне, значит, возьмите ребят. И вот эти ребята приходили на сопку, я не устраивался, у них нет, просто я говорю, приходите со мной, будем работать, ага. И вот они, и сейчас вот эти ребята Плехов и несколько еще человек, вот сейчас ветеранов, ну, им под 70, 70, 72, там вот, я самый старый, они, это, значит, вот они сейчас занимаемся, и мы ездим на эти соревнования, и, кстати, Плехов, он меня вытащил, вот, уже, вот, лет 5 тому назад. Давай, Валерий Николаевич, это что ты сидишь, это, значит, это, я говорю, да я не сижу, я тут по Силенке, по Дамбе, лыжню делаю и выхожу, и я взял дом, это, значит, и каждый, это, значит, а сейчас я вот каждый день утром бегаю. Как вы считаете, сейчас в Комсомольске есть большой спорт? Ну, скажем, лыжный, например? Большого такого так нет. Ну, вот, Чапалова тогда с Плезы был, но она уехала, и он сам уехал, уехали они. Вот. Ну, большого, большого спорта нет, но вот в пределах Дальнего Востока у нас есть неплохие лыжники. Молодые, молодые сейчас вот этот, ездят, выигрывают по своей категории. Ну, а вот пожилые, значит, тем, кому за 65, вот, они еще в строю. В советские времена спорт был, как бы, под эгидой предприятий, которые обеспечивали, там, спортинвентарем, обеспечивали, значит, возможность заниматься спортом своим сотрудникам. На каких принципах сейчас строятся? Ну, вот вы говорите, что не те масштабы, но все-таки есть, там, спортивная школа у нас. Вот как, в чем разница между спортом тогда, который был и сейчас? Ну, разница, разница, во-первых, в инвентаре совсем другое сейчас, инвентарь. Даже лыжный ход поменялся, классика и конек. Для конька нужны одни лыжи, для классики другие лыжи. В этом, значит, и, а все этот инвентарь очень дорогой в данный момент, на сегодня. Почему? Потому что в основном пользуемся импортным оборудованием этих лыж. А наши, наши выпускаются для общего, так. Ну, основное, спортсмены у всех, я смотрю, у всех лыжи, это, значит, импортные. И весь инвентарь, одежда совсем другая уже. Сейчас кто-нибудь занимается обеспечением спортсменов инвентарем? Или они вынуждены на свои деньги все приобретать? Все на свои деньги. Даже дети, вот я с тренерами, значит, когда на тренировку выхожу, я иногда, ну, они знают меня все, я это разговариваю, ага, значит, все, все платное. Все платное. Если я вспоминаю, так я, если поездки какие-то, это, значит, вот, направляли меня, значит, этот, на сборы, Ивангарск, ну, везде. Перед тем, как какие-то соревнования проходят по календарю, ну, обязательно недельку, этот, на сборы, на Сахалин, вот, вкатываясь, значит, особенно по первому снежку. Это было общество труд. Вот. Туда входили и завод Ленинского комсомола, и авиационный завод. Ну, общество труд объединяло всех. И тогда этот инвентарь давался. Как Вы считаете, что надо сделать, чтобы возродить в стране спорт тех же масштабов, что и в Советском Союзе? И кто должен сейчас приложить к этому усилия? Предприятие или государство, или еще, может быть, кто-то? Раньше были в школе лыжи, которые, значит, ученики приходили, одевали, и, значит, физкультурник, значит, проводил урок. А сейчас нигде, ни в одной школе ничего этого нет. А если дети не занимаются, как можно этот вид спорта, лыжи, для нашего города развивать? Ну, у школ нет денег даже на ремонт собственных зданий. Какие у вас тут лыжи? Да, вот. Поэтому, а тем более, по лыжной, лыжный спорт, он не так дороговатый, значит, вот. Все-таки и лыжню нужно сделать, а кто-то должен сделать эту лыжню. Приглашали меня в общественный совет города, ну, при Михалеве, потом при Климове. Я эту тему поднимал, значит, на общественном совете, что давайте это, значит, там приглашали с РАНО, с этих, со школ, вот. Но никто этим сейчас не занимается. Опять же, такая же причина, нет денег. Да, ну, нет денег, это же и одежда детей, и это там, тут все связано с друг другом. Поэтому это большая проблема в этом, не только в Комсомольске, но и во всем Хабаровском крае. Даже, наверное, во всей стране? Да, ну, за всю страну сложно сказать, значит, ну, если взять того, что наши, этот, не на высоте, ну, сборная команда по лыжам, то говорить о том, что откуда хорошие лыжники возьмутся. Это наши, показатели нашей сборной, это фактически лакмусовая бумажка, да, положение массового спорта? Конечно, конечно, значит, смотрим телевизор, когда это проводятся большие соревнования мировые, значит, ну, наших это увидеть там единицы. А если, которые были, более-менее, значит, они тоже уже уходили или к норвежцам, или, значит, этот, в Корею даже лыжники. Валерий Николаевич, вам сейчас 89, правильно? 84. 84, извините. Вы до сих пор занимаетесь спортом, катаетесь на лыжах? У меня был большой перерыв, и где-то, значит, примерно, наверное, в 75 лет, даже, наверное, в 76 году, то есть 76 лет, и я почувствовал, что что-то у меня ноги сдают, колени. И начал потихонечку, решил снова начинать. Ну, и меня там эти ветераны, которых я их когда-то, ну, тренировал, ну, приходили они ко мне, это, значит, вот, давай приходи, давай приходи. Ну, и вот я начал, прежде чем выйти, я начал подготовку потихонечку, каждый день я бегаю, вот, по, ну, в пределах 4-5 километров утром. И, значит, а когда снег, я выхожу на лыжню, сам делаю лыжню по дамбе, вот, по силенке, и по этой дамбе, примерно, в часов 12, когда это потеплее, значит, мороз спадает, я, значит, обязательно тренируюсь. И выхожу на соревнования уже на снежинку, когда приглашают меня, у меня календарь этих соревнований зимних, у меня всегда дают мне, и я участвую в этих соревнованиях. Вы ждете зиму? Да, зиму я жду, да. Мне проще, чем так бегать на лыжах, на лыжах уже и руки, плечи этот. Я так предполагаю, что лыжникам проще живется все-таки зимой, чем летом. И воздух посвежее, и на лыжах можно покататься. Нет, ну, не совсем так это, значит, если лыжник хочет хорошо бежать, ему надо летнее, осеннее обязательно подготовка. И не просто, и вот ребята сейчас и бегают, и это, значит, вот, участвует в легкоатлетических этих кроссах, и я тоже вот принимаю участие. То есть лыжники не расслабляются летом? Нет. Занимаются, занимаются, занимаются. Ни в коем случае, да. Если хочешь бежать, значит, только нужно это делать. Я всегда принимаю участие так в беге, но мне соревноваться, конечно, с молодыми сложно, а с моего возраста вообще нет. Валерий Николаевич, признайтесь честно, спорт удлиняет жизнь или нет? Вот, удлиняет. Вот я по себе могу сказать, что удлиняет. Если бы я сейчас не бегал, то, наверное, просто, может быть, даже и слег. Потому что коленки, это, значит, вот, мышцы дреблеют. Значит, вот. Это я могу по жене, она тоже возраста моего. Вот она сейчас еле-еле ходит. Я ее, хотя ее две палки, давай, пошли, это, значит, все маленько пройти. Что посоветуете обычному человеку, который хочет здоровье поправить, срок своей жизни удлинить? Ну, я посоветую так, что утром встал. Если можешь, потихоньку сделай пробежку. Присядь 10-5 раз, сколько можешь. Вот. И делай это ежедневно, каждый день. И в праздник, и в будний день. Больше другого ничего не надо будет. Ну, больше никто ничего не придумал. Главное, поддерживать свою форму. Да, конечно, да. Вот. Не надо, значит, это сидеть у телевизора, значит, целые дни просиживать, а тем более, если и работы нет. А если пожилые люди, то они, как правило, как бы присесть и сидеть. Поэтому ни в коем случае. Начиная с 60 лет, надо начинать активно, активную подвижную жизнь вести. Валерий Николаевич, огромное спасибо за то, что зашли к нам. Дорогие подписчики ДВК-медия, я вам желаю заниматься своим здоровьем, побольше уделять время спорту, живите дольше, будьте здоровее. А на сегодня все. Всем пока. Смотрите нас, слушайте нас, читайте нас.